Да, да, но это не основной мой вид деятельности, род занятий там и все такое, поэтому у меня голос абсолютно не учительский, ну то есть там сделать там, хей, гоу, я не очень. Значит, я профессионально занимаюсь, о, как поставить цель, чтобы точно достичь, здорово, я занимаюсь профессиональным развитием людей и организацией, да, то есть как объединенных групп людей. Я буду ходить туда-сюда, вот сейчас, да, когда я буду рассказывать. Если вас будут укачивать, вы скажете, Стоп, да, и я встану. Я профессионально занимаюсь развитием, и что такое для меня развитие, да, мы много говорили сегодня о развитии. Это перевод человека или группы людей, там, организации, например, из истории сейчас в историю потом. Вот, у меня объемное образование в области человека, я достаточно хорошо понимаю, что такое человек. Первое образование у меня медицинское, я закончил военно-медицинскую академию в городе Санкт-Петербурге, и меня распределили в Центр подготовки космонавтов, где до расформирования центра я занимал должность начальника медико-психологической подготовки космонавтов, то есть ребята все, которые сейчас на орбите, это мой набор. Здесь уже в Москве я получил второе высшее по психологии, вот, ну то есть вот я хорошо понимаю, что такое человек. В принципе, я занимаю должность директора по персоналу производственно-торговой компании, она занимается производством тканей со специальными свойствами, это вот скафандры все, спецодежда вся, вот это вот наши разработки, у нас производство в стране уникальное. Плюс, вторая такая моя позиция, я являюсь советником генерального директора по кадровой политике, опять же, достаточно крупного транспортного холдинга, 40 филиалов по стране, то есть это вот такая услуга-услуга, постиндустриальное общество и все такое. Помимо этого, я действующий врач-психотерапевт, и я являюсь врачом-психотерапевтом в школе-интернате при Министерстве иностранных дел, я работаю с детками еще, то есть у меня достаточно такая широкая область интересов, но все то, что касается человека. С подростками меня пригласили работать для формирования их профессиональных траекторий, ну то есть это где-то с 10-12 лет мы формируем с ними некий образ жизни, да, а потом, собственно, профессию и все прочее. Когда вот я слушал то, что вы говорили, то, что вам говорили, у меня прям такой вопрос олел, зачем? Ну то есть зачем это вам? Зачем это мне? Я решил, ну то есть как бы меня пригласил Дусенко, я не смог ему отказать. Я просто ночью прилетел из Краснодара, поэтому я немножко такой волшебный, вот, и в 2 часа мне нужно прямо вот уехать, и для меня, наверное, зачем, да, не то, чтобы там увидеть Рому, а мне очень важно что-то дать вам практическое, чтобы вы унесли с собой. Ну то есть, знаете, к знаниям можно относиться, ну вот человек что-то там вышел, потрещал, как бы стало, и вот, кроме этого, вот, ну, мне важно, чтобы вынесли что-то большее, чем вот такой вот какой-то настрой, вот, мне нужно, чтобы вы вынесли с собой какой-то инструмент, который можно было использовать, и который не был бы очевидным. Вообще, когда мы говорим о достижении целей, о ценностях, люди, которые об этом говорят, общаются с нами как, ну, немножко как с олигофренами, ну, правда. Ну то есть мы не очень хорошо до этого понимали, что если солнце взошло, это хорошо. Ну то есть, вот, ну то есть, как бы мы чего-то вот до этого не дополимали. Человек — неочевидная система. Достижение целей — это неочевидные вещи, да. И для того, чтобы, ну, условно, достигать чего-то, имеет смысл что-то знать и, ну, понимать, как это работает. Я автор метода, который называется «когнитивное моделирование». Достаточно просто это объясняется. Когнитивное с помощью разума моделирование — это создание неких объектов подобных реальностей. Для чего мы создаем эти объекты подобной реальности? Для того, чтобы ими управлять с целью понимания «я», да, то есть, понимать, управлять, достигать чего-то. Что такое разум человека? Что он нам дает? Вот заметьте, что, ну, это был не риторический вопрос, но судя по вашей активности, разум, все задумались. Мы доминируем на планете. Благодаря разуму нас примерно в 100 тысяч раз больше, чем сопоставимых с нами млекопитающих по ареалу, по массе. Мы, в отличие от животных, мы приспосабливаемся к окружающей среде крайне плохо. Ну, у нас мягкие когти, у нас дряблые мышцы. Но мы прекрасно приспосабливаем внешнюю среду под себя. Так вот, разум, да, это некая способность человека совершать, погружать реальность в свое внутреннее психическое пространство, строить некую модель реальности внутри, соотносить с этой моделью прошлые события, то есть то, что было, да, и делать некие прогнозы на будущее. То есть, как мы понимаем, как все вот это вообще изменится. То есть, иными словами, в отличие от других живых существ на Земле, нам доступно так называемое проактивное поведение. Есть поведение реактивное, есть поведение проактивное. Что такое реактивное поведение? Ну, что такое реактивное поведение? Реакция, правильно, стимул, реакция. Спортсмены, бизнес-тренеры и так далее, они вас учат, да, чтобы реагировать правильно, да. Какая-то ситуация, вы хоп, отреагировали, да, там, единоборство, например, физическое. Они все построены на неком реактивном поведении. А проактивное что такое? Примирование ситуации. Правильно, абсолютно верно. Это способность предвосхищать события, да, вот как говорят, что самурай, самурай, если нужно, битва не совершится, он там эту битву обойдет. Даже не знаю, что самурай такой трус. Он шел-шел, типа, заслышал там звуки битвы, и типа, я не пойду. Не в этом дело, да. Если ему надо, он, эта битва состоится. Но если не надо, этой битвы не будет. А, безусловно, уважаемый товарищ до меня выступал, мне прям так хотелось его спросить, зачем на Эверест-то шли? Ну, то есть, цели ставить, планировать на Эверест, ну, елки-палки, ну, это прям мешать будет. Ну, или там можно такую целую маркетинговую линейку сделать. Там, постановка целей вместе с дельфинами. Там, постановка целей в борделе. Ну, то есть, все же это будет влиять на цели, на какие мы цели делаем. С чем я абсолютно с ним согласен, это с тем, что цель должна быть легкая. Да, то есть, достижение целей должно быть легкое. И критерием успеха, вот для меня лично в жизни, чему я научаю там подростков, вот с кем мы работаем, да, это то, что, собственно, уровень успеха, это некий уровень персонального счастья, вот для меня. Да, если ты меня спрашиваешь, что такое успех для тебя, да, это уровень персонального счастья. В большинстве случаев нам говорят, что мы должны выходить из зоны комфорта. Я с этим вообще не согласен. Ну, то есть, на то она из зоны комфорта, чтобы там пребывать нормально все. То есть... Спасибо. Честно говоря, вот чего я точно не ожидал и никогда не получал от аудитории, вот на это утверждение аплодисментов спасибо. Вот, то есть, это очень круто. Говорят, знаете, что трудности закаляют. Ну, там, типа, у него было трудное детство, но трудности закаляют. Или у нее была тяжелая жизнь, муж ее бил, но трудности закаляют. Вот, большинство людей, в моем понимании, такого рода трудности убивают. И только небольшой процент случаев людей, да, такие трудности, ну, они выживают, и их закаляют такие трудности, да. Собственно, никто не мерил, а что бы было, если бы таких трудностей не было. Ну, то есть, какие были бы результаты, если бы вот так не нужно было все... Да, вот, соответственно, ну, в какой-то момент времени ты хочешь понять, наверное, даже... Ну, я хотел, не ты хочешь, я хотел понять, да. А как вообще, вот, мне детки задали вопрос, дети такие непосредственные люди. А как вы понимаете, что вы счастливы? Ну, то есть, что как вот... Я говорю, наверное, я понимаю, что я счастлив, что у меня нет сожаления от того, что я сделал или не сделал. Вот я ретроспективно так смотрю, у меня сожаления нет, значит, ну, я делал все правильно. На сейчас плохих инструментов достижения целей не осталось. Ну, то есть, все инструменты, которые есть, от тантры до, там, не знаю, эзотерики, от молитвы до, там, инфобизнеса, они все хорошие. То есть, может, хорошие. Люди, которые их использовали, они их использовали, получили результат, дали потомство, передали другим. Ну, то есть, все то, что было эволюционно непригодным, оно до нас не дошло. То есть, если вы сейчас возьмете любую книжку самого распоследнего инфобизнесмена и будете точно следовать тому, что там написано, у вас получится. Вопрос только в том, что как следовать. Ну, то есть, следуем, не следуем. Это же клево поставить по любой взятой модели, начиная от нафталинового смарта и заканчивая, там, самыми современными какими-то теориями цель. Ну, там, изменить массу тела или там еще что-то сделать. Но, как пел Гришковец, есть такая болезнь завтра. Да, ну, то есть, завтра. Завтра, там, еще что-то. Вот, что с этим-то делать? Эволюционно у нас есть условно три стратегии достижения целей. Смотрите, то, что я вам сейчас рассказываю, постарайтесь не быть в трансе. Ну, то есть, с каким сейчас я, ну, с чем я общаюсь? Очень условно, вульгарно, моделька вашего сознания. Часть находится здесь сейчас. Ну, то есть, прямо перед вами ходит какой-то человек, который вы видите в первый раз в жизни, что-то он там рассказывает, неочевидное, может быть. Часть вашего сознания находится в прошлом. Ну, выключил ли я утюг, что я там сделал, где там машина у меня там стояла, как я, да? Часть находится в будущем. Что мне нужно там сделать еще, что мне предстоит, как я поеду отсюда, ну, и так далее, да? И вот это пятно настоящего, оно динамическое, да? То есть, вы можете сужаться до точки, ну, он там что-то говорит, и вы слышите только мой голос, ну, то есть, информация не доходит. Либо до широчайшего пятна, и вы прям впитываете информацию. Вот я борюсь за вот это вот пятно здесь сейчас. То, что я вам говорю, попробуйте отнестись к этому просто вот на этот час не как к такому вот рекомендательному, а как, ну, как если бы вы решили так делать, и как если бы то, что я говорил, имело бы определенную ценность, вес какой-то, да? Еще один вопрос задам, и буду рассказывать. О ценности, вот мне просто интересно, а что такое ценности? Я так понимаю, что у вас с ценностями, ну, достаточно уже большое количество времени вам, ну, как-то заостряет ваше внимание, что это вот как-то важно, да? А что такое ценности? Значимые вещи. Значимые вещи. Ориентиры. Хорошо. А как если бы ценности были просто способами так делания? Вообще, что вы знаете про ценности? То есть, вам все говорят, что ценности, вот мы берем ценности такие, ценности такие. Какие ценности бывают? Нет, нет? Я вам сейчас, ладно. Давайте я вам быстро модельку набросаю, потому что чувствую, что это важно. Не знаю, правда, зачем, но, в общем, важно. Как это я вижу? Да, чтобы, может быть, вывести вас от ценностей к целям, чтобы, ну, понимаете, в конечном итоге современный человек может оказаться, знаете, вот, вассермана вы представляли себе, да? Представляете? То есть, это очень умный человек с большим количеством карманов. Вот, современный, особенно обученный человек в мегаполисе, это такой вот вассерман, который ходит, вот, у него в карманов полно всяких. Вы будете? Ну, в принципе, да? И вроде выбросить жалко. Ну, это же смарт, а это там дилца, это там еще какая-нибудь, да? А что с этим делать, непонятно. Смотрите, ценности, все очень просто. Ценности – это некие модели поведения. Это то, как мы себя ведем. Наша реальность строится из действий, строится с помощью действий, да? То, как мы себя ведем. То, как мы относимся к другим людям, как другие люди относятся к нам. В основе нашей психотектоники находятся так называемые жизненные ценности. Их мало. Одна, там, две максимум, три там какие-то, да? Они – это некие конструкты, которые нельзя объяснить чем-то большим. Жизнь, любовь. И когда ты об этом говоришь, нужно пояснить. То есть, что ты имеешь в виду, да? Вот что конкретного ты имеешь в виду? Ну, например, для верующего христианина ценностью является, ну, его вера и, там, символом веры. Вера является распятие. Для верующего мусульманина символом веры является полумесяц. И для него это является неким вот символом, тотемом веры, абсолютно некой ценностью жизненной. Но вот друг для друга распятие и полумесяц никакой ценностью не является. Если это здоровые люди, они просто уважают выбор друг друга и все. А вот жизнь ребенка, опять же, если это клинически здоровые люди оба, является абсолютной ценностью, некой жизненной. Понимаете? Вот жизненные ценности. Особенность в том, что если люди совпадают по жизненным ценностям, собственно, они могут быть долго. Люди, не совпавшие по жизненным ценностям, долго быть не могут. Они практически сразу разлетаются. То есть, условно, в основе психотектоники вот этой вот ценностной лежат некие жизненные ценности. Они же абсолютные и так далее. Жизненные ценности. От них или на них лежат некие ценностные установки. Наверняка вы же слышали, установки некие. Что такое установки? Это модели поведения определенные, которых больше, которые здорово изменяются во времени. Чтобы вот это поменялось, нужен некий слом, некий кризис, чтобы его психотектонические плиты передвинулись. Установки, собственно, с ними гораздо все проще, они достаточно мобильные, они появляются, исчезают в течение времени, их можно как-то культивировать, и они очень, мы строим модель. На самом деле это не так все, это просто модель. От установок очень условно отходят некие этико-социальные ценности, это ценности отношений. Что такое этико-социальные ценности? Это ценности отношения ко мне, к другим, между людьми там и все прочее. Мы их очень хорошо чувствуем, когда мы что-то делаем, и нам стыдно. Вот это вот этико-социальные ценности. И, соответственно, вторая тема, да, группа, это ценности конкурентные. Конкурентные. Это модели поведения и достижения цели, способы, пути достижения, как я это делаю, там, ну и так далее. А на поверхности мы видим, да, вот этого всего, мы видим отношение. И отношение, условно, может быть позитивным, и отношение может быть негативным. То есть как мы считываем эти ценности, да, то есть у человека есть некое отношение позитивное, значит, мы с ним совпали по установкам. Да, если отношение негативное, мы с ним не совпали по установкам. Все. То есть ценности это способ так делания, по большому счету, достижения чего-то. Я. Женщина должна, мужчина должен. И понеслось. И там дальше в зависимости от... Это и социально, условно. Вежливый человек должен там делать. Настоящий мужчина должен. Девочка никогда первой не знакомится. Мужчина не плачет. Ну и... Какие ценности в основе перечисленных установок? Что? Что? Ваша структура связана, и в основе перечисленных установок какие ценности? Я понял. Смотрите, как это связывается? То есть я же говорил, что человек очень неочевидная. То есть не все так просто, как модель. Модель-то она плоская. Видите, откуда берутся ценности? Они берутся фактически из трех источников. Первый источник — это микросоциум, да, это семья фактически, да, это вот те, кто рядом с человечком в процессе развития. Второй источник — это макросоциум. Ну, учителя, государство там и так далее. И третий источник — это собственный опыт. То есть если в моем опыте это сработало, я это возьму. Если в моем опыте это не сработало, я это брать не буду. Для меня это неочевидная вещь. Если там человек воспитывался в эпилептоидных каких-то рамках, ему эту ценность навяжут, пришьют. Но как только эти рамки ослабнут, условно, эта ценность отваливается, как модель поведения. Он не будет ее соблюдать, условно. Поэтому какие именно ценности вот здесь находятся, у каждого свое. Ну, на воротах замечательного учреждения было написано «едом дозайна». Кто знает, на каком? Абсолютно правильно. «Едом дозайна», каждому свое. Поэтому мы и группируемся, условно, по определенным группам, которые что-то разделяют, а которые что-то не разделяют. Есть же очень забавные вещи. Люди стреляют друг в друга, молясь одному Богу, условно, слушая одну и ту же музыку. И сейчас в современных землянках висят плакаты одних и тех же групп. Ценности-то как что? Все говорят, что с нами Бог, и он там прав, и я прав. Но мы убиваем друг друга совершенно спокойно. Поэтому что вот здесь лежит, это просто обойма. А уже чем ее набивает человек, это зависит от него, от самого, от его родителей, от среды и, условно, от государства. Заметьте, не от страны, а от государства разные вещи. Вообще, если говорить о деятельности, о деятельности как таковой, я вообще, за что мне платят деньги? Мне платят деньги за прогнозирование надежности деятельности человека или группы людей. То есть чем я интересен бизнесу как таковому? Я могу прогнозировать надежность деятельности, там, группы людей, команды, например, производственной какой-нибудь, да, или там, исследовательской, или единичного человека. Собственно, моей задачей в Звездном было ровно то же самое. Мне нужно было прогнозировать деятельность, успешность, там, космонавта и экипажу. Я был доверенным психологом экипажа МКС, и, собственно, основная моя задача была в этом. Так вот, в деятельности как в таковой я выделяю пять факторов, которые существенно влияют на ее успешность, на успешность человека. Первый фактор – это уровень логического мышления. Уровень логического мышления как способность человека преобразовывать обстоятельства. Уровень логического мышления у взрослого человека – это как рост. Его не изменить, он просто есть, ну или нет, да, то есть вот определенно. То есть это способность человека преобразовывать обстоятельства. Второй фактор – это знание, умение, навыки. Это опыт, совокупность знаний, умений и навыков. Мы сегодня будем с вами об этом говорить, о втором факторе. Третий фактор – это характер, это совокупность стереотипных реакций, генетически обусловленная. Мы с вами разные, но не настолько уж разные, чтобы мы друг друга не понимали. У нас с вами, вот наших пап, мам, бабушек, дедушек передался некий набор стереотипных реакций, реагирования на что-то. Кто-то реагирует так, кто-то реагирует так. Соответственно, нет плохих или хороших характеров. Условно, есть возможность, ну то есть природа отбраковывает все плохое, вы же понимаете, да. Если мы с вами сейчас разговариваем, значит мы прям молодцы, мы хорошие. Ну то есть мы прям со знаком качества. Ну вот, то есть, соответственно, нет плохого и хорошего вопроса, как это использовать. Ну словно, если загнать Porsche 911 на картофельное поле, вообще плохая машина, в принципе. Ну вот, ну, понимаете. Соответственно, следующий фактор, четвертый – это воспитание, это социальные рамки. Вот здесь вот можно говорить о ценностях, вот о тех самых. То есть это то, что человек может себе позволить, это некая социальная зрелость, да. Мы прекрасно понимаем, что если человек жил-жил и не видел, что так можно делать, он как бы так и не будет делать. Ну вот, в крайне редких случаях человек догадывается, что, оказывается, так можно было. Но только он и видел, все, он может уже так делать. Соответственно, у человека есть свойство переносить одни модели поведения из одной истории в другую. Ну, условно, странно требовать верности или лояльности от человека, который крайне склонен к изюльтеру, например, да. То есть к супружеской изменею и все прочее. То есть у него есть модель поведения предательства, как бы, как он мог так поступить, а вот так. Ну, то есть он уже нормально все, у него, он, ну, то есть он знает, и он может перенести одну модель, ну, то есть с одного вида на другой. И, наконец, пятый фактор – это контроль эмоций. Что такое контроль эмоций? Контроль эмоций – это способность правильно, адекватно, то есть, да, считывать свои собственные эмоции. То есть очень хорошо отличать, что я чувствую, влюбленность или любовь, да, вот подросткам не дано. У них там такой гормональный коктейль в крови, что у них что влюбленность, что любовь – это вот все. Да, вот, соответственно, правильно, адекватно считывать эмоции других людей и адекватно транслировать свои эмоции. То есть если человек меня раздражает, транслировать, что он меня раздражает, а не вкладывать туда еще всю неудавшуюся жизнь. Вот, стою. Ну, понимаете, да? То есть ровно доносить до адресата то, что ему принадлежит, да, и не добавлять что-то еще туда. Вот что такое контроль эмоций. Ну вот, соответственно, пять факторов. Это вот то, что влияет на деятельность, на успешность деятельности. У нас есть, ну, условно, три стратегии в достижении цели. Мы все себе ставим цели. Собственно, по большому счету, в моем понимании, цели, что нами движут-то по жизни? По нами, нами по жизни движут потребности. Потребности – это универсальный движитель человека. У нас нет инстинктов. У нас стерта практически инстинктивная база. Ну, то есть даже инстинкт самосохранения, он подстерт. Эверест, парашюты, ну, то есть, ну, понятно, да? Материнский, там, родительский инстинкт стерт. Мы рождаемся, мы не знаем, что делать. Ну, то есть, я не знаю, в моей жизни неожиданно появился подросток. Ну, то есть, жил маленький такой хороший, Масюся, потом бабах. Вот там 14 лет, как выключатель, там переключили. Сейчас выше меня 17 лет – жуть. Ну, вот, да. Вторая, правда, второй – семь. Вот, ну, так. А, от одной женщины – это важно. Ну, то есть, 17 и семь разница, у меня двое. Вот, и к чему это? А, да, нас не учат что-то делать, да? То есть, у нас нет понимания. Вот я родился и такой, точно, я буду врачом. Предки зовут, толкают. Не. Ну, то есть, в отличие от черепахи, например, которой важно что? Откопаться и до океана. И она точно знает, что делать. Ну, вот, соответственно, у нас нет. Но природа подстраховалась и дала нам потребности. Господин Абрам Маслов, ну, Абрахам Маслов, это не состоявшийся с нами наш с вами соотечественник, сын бочарника из Жмеринки, которого папа в 7-летнем возрасте увез в Америку, да, Абрам Маслов, он очень правильно подглядел, да, что у нас есть с вами инстинктиноиды, вот те самые потребности, то есть подобные инстинктам. И вот в моем понимании именно инстинктиноиды у нас ведут по жизни, являются таким универсальным движителем по жизни. И все цели, которые мы ставим, по большому счету, они сводятся к удовлетворению потребностей неких актуальных, физиологических в моменте времени или там каких-то больших в моменте времени жизни, например, да, как потребность в актуализации себя, других людей и так далее. Ну, в общем. Так вот, в достижении целей есть, ну, очень условно, опять же, мы в своей модели рисуем. Три стратегии. Они все хорошие, то есть здесь нет такого, типа, вот это очень плохая, вот это очень, все хорошие. Просто за каждую стратегию мы платим. В моем понимании человек должен платить как можно меньше. Ну, то есть человек, существо ленивое, стремящееся, там, к наиболее простому способу, легкому, так вот, не простому, легкому способу достижения, жизнесуществования и все прочее. В общем, моя задача как развивателя, да, сделать так, чтобы вы платили за достижения как можно меньше, чтобы это вам обходилось недорого. В общем, первая стратегия. У нас есть история сейчас, есть некая история потом, ну вот, да, есть некое пространство жизни. Ну, это вот точка А, точка Б. В первом случае, вот в этом вот, достижение цели воспринимается как некая совокупность правильных действий. Результат – это совокупность правильных действий. Если сравнивать с крупной физической, материальной покупкой какой-то, да, вот, ну, какой-то солидной, это как если бы человек начинал копить. Он ничего не делает, он не меняет свое поведение, он просто начинает откладывать деньги какие-то. Это нетрудно. То есть трудиться для этого не нужно много. Это несложно, чтобы откладывать деньги, много ума не надо. Это тяжело, потому что фактически достижению целей подчиняется вся область жизни, все пространство жизни подчинено достижению цели. То есть это тяжело, но не трудно и не сложно. Вторая история – все то же самое. Точка А, точка Б. Вот, история сейчас, история потом. Но здесь уже достижение цели воспринимается как некая совокупность результатов. То есть если здесь цель воспринимается как некая совокупность действий, приведшая к результату, здесь уже цель рассматривается как совокупность результатов. Человек начинает трудиться, предприниматель начинает трудиться везде. Шины из Китая, финансовый консалтинг, организация похорон и свадеб. То есть все, до чего он может дотянуться. Собственно, здесь уже цель не так определяет образ жизни. Это несложно. Почему несложно? Невозможно делать много сложных вещей. Вообще в ситуации дефицита как таковой. Что такое ситуация дефицита? Ситуация нехватки, ситуация какая-то стрессовая, ситуация, отличающаяся от привычных условий. Человек сбрасывает детализацию. То есть он отказывается от сложных моделей поведения. Ну, собственно, как спел Егор Летов, не бывает атеистов в окопах под огнем. Вот, собственно, все сложные модели поведения в тяжелой ситуации, они сбрасываются, и человек делает что-то очень простое. Вот, соответственно, это несложно. Это не тяжело, потому что тяжелые вещи много, но просто невозможно сделать. Человек закончится. Это трудно. То есть человек трудится, ну, словно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, он трудится. Да, вот, это трудно. Ну, и, соответственно, третья стратегия, это как если бы достижение было естественным следствием образа жизни, который вы ведете. Достижение как естественное следствие образа жизни, который вы ведете. Как если бы вот эта крупная финансовая покупка просто была естественным следствием образ жизни который вы ведете но это не тяжело это не трудно это сложно это может быть трудно нормально она то есть трудно это нормально но эта трудность уйдет тяжело не может быть вот по поводу тяжело мы сейчас будем говорить тяжело это не образ жизни тяжело это вопреки это что-то что вас, ну, вы преодолеваете, да, вот что-то вот вопреки чему-то, тяжело не должно быть, это легко, но это сложно, но опять же, эта сложность, она, ну, она только в самом начале, потом она такая, ну, ты ее преодолеваешь, и особенность в чем, что действительно это так, что ограничивающие убеждения всегда сильнее, чем ограничивающие обстоятельства, первые, кто у нас сомневается, это мы сами, ну, то есть мы говорим там, а вот там обстоятельства, а вот мне там нет, а вот мне там не то, ну, вот, знаете, нам доступно в каждую единицу времени все множество историй, то есть вот прямо сейчас вы можете зажить вот любой из жизней, которой вы хотите жить, вопрос только в неком энергетическом эквиваленте, в переходе, есть понятие вес, социальный вес, там научный вес, финансовый вес, чем более весом человек, тем легче он переходит из-за этого, из одной истории в другую, да, то есть там научный вес, человек может переходить в научных историях, финансовый вес, финансовых, там и прочее, и прочее, соответственно, если мы говорим о целях, которые будут нас усиливать, которые фактически строят нашу жизнь, которые не вызывают чувство сожаления, да, они все были достигнуты вот этой стратегии, вот здесь, вот здесь достигнутые цели, скорее всего, будут достигнуты, но они будут нестойкими, у них веса мало, ну, то есть это как, ну, не знаю, вот строитель покупает очень дорогой телефон себе, вот этот айфон, например, да, и так далее, но он его потеряет, он ему зачем, ну, то есть он работает там тяжело, вот, ему техника нужна какая-то вот такая, и он беречь его особо не будет, ну, то есть как-то вот он упадет у него или еще что-то, ну, там весы, здесь ценности могут быть вообще не достигнуты, потому что человек трудится-трудится, столько работает вообще, но цель не достигнута, очень много всего, но если человек начинает жить образом жизни и формировать, в первую очередь, образ жизни какой-то, да, вот здесь цели оказываются, не очевидны, где я вам эти вещи сказал, что я не чувствую, что вы поверили, но как бы ладно, вот, ну, в общем, вот это хорошо, я не знаю, как еще сказать, вот это наиболее жизнеспособно, как показывает практика, да, вот это сложно, но живет дольше всего, ну, то есть, когда вы не хотите жить как миллионеру, условно, да, а вы формируете себе образ жизни, который вам обеспечивает там что-то, вот когда говорил предыдущий оратор по поводу Эвереста, по поводу физических нагрузок, и что там, типа, я же не ставлю себе цель там забраться куда-то или там пробежать что-то, а я ставлю себе целью, ну, чтобы быть возможным так делать, вот это отсюда, вот это вот правильная тема, вот, соответственно, у меня есть очень четкое понимание того, что если не измеришь, ты не изменишь, ну, то есть, все какие-то формулы, там, траектории и так далее, все должно быть посчитано в цифрах, да, и мы с вами понимаем, что посчитать не так сложно, ну, то есть, был Цельсий, был Фаренгейт, ребята взяли просто за ноль, там, точку кипения и точку замерзания воды и теперь давай от них считать, то есть, ничего такого, просто в цифрах, но мы понимаем, для чего нужно считать, нам нужно считать, чтобы понимать динамику, нам нужно зафиксировать некое текущее состояние, отсчитать некое вот понятное состояние потом и отслеживать динамику, неважно в чем, в фантиках, в зеркальцах, там, неважно, главное считать, соответственно, возвращаясь к тяжести, к напряжению к такому, я вам предлагаю абсолютно сейчас анонимно посмотреть, а насколько вы сейчас живете условно вот той самой своей жизнью, которая вот типа ваша, насколько вот этот уровень напряжения у вас в вашей жизни, насколько он выражен там и так далее. Я вчера это делал с сотрудниками компании, просто предлагал им это делать, вот сегодня предлагаю вам, интересно, что у вас по этому поводу сейчас будет. Значит, формула достаточно простая, берем шкалу от 1 до 10, значит, единичка минимальная, оценка десятка максимальная, и первым шагом оцениваем, ну, некие свои достижения, к которым вы пришли по вашей персональной шкале. А, да, мы помним, что реальность человека субъективна, нет понятия объективной реальности для человека, человек это субъект, поэтому реальность всегда субъективна, понятия объективной реальности нету. Ну, то есть, наше отражение реальности могут совпадать, но они все субъективны, мы каждый живем в своем собственном мире, вы понимаете. Соответственно, я к чему это говорил? Соответственно, и достижения вы отчитываете относительно какой-то своей шкалы, да, то есть, как вы оцениваете свое достижение, свои достижения от 1 до 10, да, единичка минимальная, десятка максимальная. Далее, вы оцениваете точно так же уровень напряжения, который вы испытываете, да, именно вот напряжение, усилий таких, да, то есть, вот здесь 10, 10 это практически автору весь об стенку. Напряжение такое вот, да, при реализации вот этих достижений, вот в жизни вообще, насколько вы, чтобы к этим достижениям прийти, насколько вы напрягаетесь. И умножаете это все на коэффициент удовольствия. В когнитивном моделировании коэффициенты все десятичные, от 0,1 до 1. Ну, то есть, здесь 0,1 самое маленькое, единичка самое большое, прям вот нахожусь в состоянии блаженства от достижения, или торжества, в зависимости от того, у кого что. Соответственно, достижение, деленное на напряжение и умноженное на коэффициент удовольствия от этого. А дальше смотрим. Если у вас плюс-минус единичка, о чем это говорит? Ну, там, 0,9, 1, 1,1, вот так, единичка. Что это такое? Исходя из формулы, вы живете вполне себе сбалансированной жизнью, совершенно спокойно, в той самой зоне комфорта. Мне очень нравится, демотиватор был, где-то по Фейсбуку гулял. Вий, вот эта вот, значит, служка в круге, вот в этом мелом очерченном, значит, с той стороны эти вот бесы, паночка летает, и там указатели, значит, где эта служка стоит, там зона комфорта, а с той стороны, где демоны, область, где случаются чудеса. Ну, вы согласны, то есть, ну, бесы и демоны, это же тоже чудо какое-то, ну, вопрос какое. Ну, вот, соответственно, если единичка, собственно, все хорошо, да, если больше единичка, блин, вообще классно. Ну, то есть, вы прям молодец, то есть, вы научились получать достижения, не напрягаясь, еще вот свое, прям класс. Ну, если существенно меньше единички, там, стремящиеся к нулю, вопрос, что вы делаете? Ну, правда. То есть, знаете, жизнь — это территория, чтобы пробовать. Ну, то есть, какое-то время назад у меня было ощущение, я выхватил совсем чуть-чуть молодой, ну, не знаю, товарищ говорил про уход папы 4 года назад, да, вот у меня была примерно та же ситуация, очень похоже. И у меня было действительно какое-то время ощущение того, что я живу, а заботится обо мне кто-то другой. Ну, то есть, я вот такой живу, а вот он, а он меня, если что, остановит, папа там или кто-то, да, а потом как-то так вопрос, да, это же я сам. И вот фишка в чем, что если цифры не те, которые вам хотелось бы увидеть, вопрос, что вы делаете? Ну, то есть, и ведь если попробовать, и у вас не получится, ничего страшного, вас это не убьет. Возможно, будет очень больно, возможно, будет очень больно, но это не убьет, правда. У нас есть хороший механизм с детства, хочу-не хочу, мое-не мое, нравится-не нравится. Но социум нам этот механизм очень здорово отбивает. Ну, то есть, нас ведут там родители, типа, в поликлинику, пойдем, там будет не больно, там будет больно. Пойдем, это же не страшно, это прям страшно, вообще. Это как комарик укусит, вообще не как комарик кусает, но мы верим, как бы мама там и все такое. И дальше вот эта вот тема, ну, она начинается больше-больше-больше. И вот этот вот естественный механизм, нравится-не нравится, мое-не мое, у нас, ну, приводится вообще в негодность. Ну, вот всякими установками, что там должен-не должен, можешь-не можешь, там и вообще. Вот, но мы-то точно знаем, да, что мы хотим, что не хотим. И этот механизм до конца вытравить не получается. Так вот, когда мы говорим о целях, когда мы говорим о ценностях, когда мы говорим вообще вот об этой теме, о нашей жизни, то есть мы же не просто говорим о ценности, целях, да, это наша жизнь. И здесь очень важно быть искренним и откровенным по отношению к себе. Я ехал к вам сюда, я же, ну, я думал, как я вот буду рассказывать, какие вы, что я вам хочу сказать, да. И мне очень важно было вас вывести на такое понятие, как самообман, но антоним самообмана. Я не нашел антоним самообмана, я очень честно искал в интернете. Антонима самообмана нет. Есть, ну, всякие объяснения, как не надо, но вот одним словом я не нашел. Соответственно, самое тяжелое в жизни, да, это вот самообман, когда ты вроде бы как бы начинаешь шагать в ногу, потому что это модно, потому что референтные, значимые люди для тебя так делают. Ну, или ты сделал из страха, ты позволил с собой это сделать из страха. Но при достижении цели, при постановке целей, при выборе ценностей даже, да, очень важно руководствоваться двумя вещами. Первое – искренностью, второе – откровенностью. Что такое искренность? Искренность – это говорить правду, а откровенность – говорить всю правду. Так вот, с собой, да, с собой нужно быть на 100% искренним и на 100% откровенным. Вот с другими нужно быть на 100% искренними, то есть всегда говорить правду, а вот откровенность – дозировать. Вот, ну, то есть, понимаете, да? Хорошо. Соответственно, очень важно при постановке целей четко понимать, насколько ты искренне и откровенно говоришь с собой. Не важно, что это такое. Если вы хотите условно вот такую машину, сейчас банальный пример вульгарный на машине, но для вас это дорого. Я помню, я купил своей жене ягуар, но так случилось. Я понимаю, я на ней даже ездил, я и ягуар вообще, как это-то несовместно. И она такая, как-то вот инженерное произведение искусства, вот мы такие стоим, но очень обыкновенные, вполне себе понятные такие. Ну, то есть как-то это было вот так. Так вот, что важно-то было? Если вы хотите это, идите к этому сразу же, не идите в обход, потому что вы все равно купите вот это, придете к этому, но это будет дороже ровно на количество обходов. Ну, то есть, поэтому зачем? Да, идите сразу. Так вот, в основе действий, когда мы ставим цель перед собой, а ведь важно не просто там поставить цель. Конечно, в начале было слово, как сказали в одной очень модной книжке. Да, но потом же действия какие-то, да, то есть мысли-то колыбель слова, действия, да, мысли-колыбель-действия. И, соответственно, есть такая штука, она называется намерение. Вот некое намерение. Намерение может быть выражено, может быть не выражено. Вообще, между возникновением потребности и как бы переходом в мотив вот этой потребности у нас есть потребность, мы ее восприняли. Причем, что такое восприятие потребности? Это способность ответить действием и переводом в цель. У нас есть еще такая штука, категория мотив. Ну, вот жажда, а мотив – это жидкое. А уже в этом жидком там вода, сок там и так далее. То есть это категория объектов. Вот между потребностью и мотивом у нас есть некое мотивационное поведение. Мотивационное поведение бывает условно трех типов. Первое – это мотивационное поведение по типу органического хотения. Мы начинаем действовать крайне быстро, действия импульсные, без учета последствий. Каждый из нас был под действием органического хотения. Когда… И что там будет? Что? Неважно. Главное вот сейчас такой импульсный рывок такой. Вот человек шел-шел-шел по пустыне, очень хотел пить. Тут солончак, он падает на колени, начинает жадно пить из этого солончака, абсолютно не задумываясь о том, что с ним будет потом, кто кроме там воды живет в этом солончаке. Ну, то есть он хочет очень пить. Вот органическое хотение такое. Соответственно, второй тип мотивационного поведения – это желание. Человек, современный человек, он счастлив условно. Что такое? То есть при условии я готов быть счастлив, но вот мне нужно, чтобы первое, второе, третье, четвертое, пятое и десерт. Счастлив условно. И третье мотивационное поведение – это свободный выбор или выбор свободной воли человека. Это когда он очень четко понимает, что он хочет, действует с учетом последствий. Так вот, к этим мотивационным формам поведения ведет намерение. Намерение может быть выражено, может быть не выражено. Я вас прошу, первое, сейчас практикум, первое, представьте себе вот ту самую цель, к которой вы идете. Ради бога, от изучения английского языка, наконец-то, до наконец-то там перестать употреблять тяжелые наркотики по утрам, наконец-то. Ну, то есть что-то такое, зажить вот той самой вот своей жизнью вот этой вот невероятной, наконец-то. Да, вот очень правильно, вот на страничке возьмите, пожалуйста, раздаточные материалы и откройте вот там, где цветной, такая цветная, цветной листик. У вас следующий лист – это вот такая, ну, импровизированная табличка. Держите в голове образ цели своей. И, пожалуйста, вот в том столбике, который слева от вас, где условно белых квадратиков больше, чем черных, вот здесь, вы пишите простым списком, спонтанно, те приобретения, к которым вы придете, если вы будете достигать поставленную цель, если будете делать так, как сказали, как решили и так далее. Под приобретениями все, что вы понимаете для себя под приобретениями. Моральные, материальные, метафизические, кармические, какие угодно. От денег до тантры, от денег до кармы, то есть, ну, все. Все, что касается вас, все, что касается других людей, спонтанно. Этот список может состоять из одного пункта, может состоять из 20 пунктов, из 50, неважно. Важно, чтобы вы выплюснулись на лист, написали все, что вы по этому поводу думаете. Вот, то есть, все приобретения, к которым вы придете, если вы будете достигать поставленную цель. Цель может быть любой, повторю. От покупки автомобиля до построения звезды смерти, наконец-то. Вот, пожалуйста. Можно к лидописью. Ну, в общем, я вам рекомендую попробовать это сделать, потому что, ну, это классно. Чем больше вы о себе знаете, тем проще вам собой управлять. Ну, или вами будут управлять другие люди. Соответственно, приобретение, к которым я приду, если я буду так делать. Под приобретением мы понимаем все, что мы считаем под приобретениями. И финансовое, и не финансовое, кармическое, там, развитие, деньги, статус. Она, наконец-то, будет довольна. Я, наконец-то, буду доволен. Все скажут, ах, какой я. Или я скажу, какой ах я. Ну, в общем, неважно. Если брать цикл моделирования достижения цели, мы с вами не то, что в самом начале, мы вообще в самом начале. То есть это прям вот первый-первый мазок такой вот прикосновения. Мы только краски открыли. Но чтобы не терять времени, эта методика у меня возникла при индивидуальной работе с вашей коллегой из очень уважаемого банка. Такого... Не-не-не, этот прям вот такой вот уважаемый-уважаемый. Там очень дешевая столовая. Я думаю, почему они там работают? Потом меня, значит, вели в столовую. Я понял, почему они там работают. Там клево, так классно. Вот центр города, за копейки все. Они такие там с судочками стоят. Ну, то есть они берут и еду себе, и домой еще в судочках. Ну, потому что очень выгодно, очень хорошая кухня и очень дешево. Вот, ну, в общем, и ей тогда казалось, девушке, что она хочет для себя, ну, то есть уйти от этой рутины в банке. Вот это вот все, вот это уже нет, ну, нет. А как раз возраст такой, 32 года, детей нет, то есть он в банке уже все. Хотелось построить книжный магазин нового поколения, новой генерации. Мы год угрохали на этот книжный магазин новой генерации. Кстати, она поехала кататься на доске в Новую Зеландию года на три. Мне так было жалко этот книжный магазин, такой он клевый. И родилась методика, которая позволяет оценить намерение человека до моделирования достижения цели. То есть до действий, вот до этого вот невероятного года. То есть можно было сразу же кататься на доске, поехать, что год-то. Соответственно, приобретение. После того, как вы написали для себя приобретение, к которому вы придете, повторю еще раз, их может быть сколь угодно много. Хоть одно, хоть десять. Хоть двадцать. А например, расскажите, например. Ну, мы же начали с машины. Например, машина. Да. Купить машину. Что это? Цель. Цель. Изначально нужно цель поставить. Но какие приобретения мы... Да, 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 да. Приобретение реализации цели. Достижения цели, да. Абсолютно правильно. То есть что я для себя получу, если я так буду делать, если я буду достигать цель, там, изучу английский язык и... Ну, то есть, там, буду ездить в отпуск, разговаривать, там, с аборигенами, буду читать периодику, буду читать литературу на языке оригинала, там, про славу умным, смогу устроиться в иностранную компанию, ну, и женюсь на иностранке, уеду в Австралию, как вариант. Ну, в общем, что-то такое. Все, что вы считаете приобретением. Соответственно, в соседней колонке, пожалуйста, выпишите для себя угрозы, если вы так делать не будете. То есть не будете достигать поставленной цели. Будете делать что-то другое, но вот именно это делать не будете. Может быть, откажетесь от этого вообще? Может быть... Я вам предлагаю быть чуть более креативными, чем просто отзеркать. Я вам предлагаю говорить со словом «не». Ну, то есть вот там «буду», «не буду». Ну, то есть можно и так. Попробуйте чуть глубже. Вот. Соответственно, угрозы для меня, если я так делать не буду. Возможно, буду делать что-то другое. Но именно это делать не буду. Их тоже, соответственно, может быть, сколько угодно много. Хоть один, хоть двадцать. После того, как вы выписали все приобретения, все угрозы, я прошу вас взвесить, будьте здоровы, каждое приобретение и каждую угрозу по условной шкале от одного до десяти. Такого веса, значимости. Единичка незначима, десятка значима в полной мере. Причем я прошу вас сравнивать их, взвешивать не относительно друг друга, а каждую брать и взвешивать относительно себя. Оценки могут повторяться. Хоть все единички, все десятки. То есть берете первое приобретение, там что-то взвесили. Второе приобретение взвесили по некой вот такой вот шкале значимости. Помните про искренность и откровенность. Сейчас мы открыли все окошки, и мы с собой абсолютно искренне, абсолютно откровенны. Ну, то есть, если вы в приобретениях там испытать абсолютное торжество от абсолютного доминирования над этими тварями, хорошо, пишите десять. Нормально. Самое же интересное, когда ты задумываешься над тем, что мы живем в индивидуальных реальностях, мы ведь каждый все знают об этой жизни абсолютно. Ну, то есть, кого не посмотри, ну, все, ну, потому что я-то уж знаю, конечно. Это, знаете, как есть старый анекдот про композитора, что в начале карьеры композитор говорит «я», в середине карьеры композитор говорит «я» и Моцарт, а в конце карьеры он говорит «Моцарт». Да, вот очень важно подойти с уровнем персональной гордыни к пониманию того, что, ну, есть Моцарт. Что говорил Моцарт? Уровень Моцарт? Что говорил Моцарт? А, что говорил Моцарт? Я не знаю, что говорил Моцарт. Он уже жил в другой, я не знаю. Смысл вообще, что я хотел этим сказать, да, Что такое любовь для меня? Любовь – это глагол, это действие, и любовь всегда проверяется временем. Вот так же любое величие или понимание, или мастерство, как верх профессионализма, оно проверяется временем. Поэтому аккуратно поглаживаем себя по коже и понимаем, что вот здесь заканчиваемся мы. И там уже начинается мир весь. Ну, то есть мы не такие уж и важные, большие. Ну, в общем, взвесили. Теперь у вас вот здесь есть табличка, ну, то есть такие вот две штучки. Напишите, пожалуйста, простую сумму приобретений и простую сумму угроз. У вас получатся две цифры какие-то, сколько-то и сколько-то. Вот здесь в левой прямоугольничке приобретения, а вот в правом угрозы. Просто сумма, то, что у вас получилось. У вас будет сколько-то и сколько-то. Да-да-да-да, сумма баллов вот тех вот, которых вы взвешивали. Сумма угроз и сумма приобретений. Сколько-то и сколько-то у вас получится. Количество пунктов, но и то, что должно быть. Не-не-не, сколь угодно, да. Вам критерий такой, что вы выплеснулись. Все, больше приобретений нет, больше угроз нет. Вот чувствую, написал все. Соответственно, после того, как вы получили эти две цифры, возвращаемся на цветной квадратик и ищем, где вы находитесь. У вас есть приобретения и у вас есть угрозы. Соответственно, откладываете по оси приобретений, где вы, и откладываете по оси угроз, где вы. У нас есть пять квадрантов. Зелененький квадратик, вот здесь, называется момент действия. Если вы оказались там, первое, то вы будете делать, как сказали. И ваши действия будут естественными. То есть достижение будет вот тем самым естественным следствием образа жизни, который вы ведете. Вы абсолютно осознанно подходите к тому, что вы говорите. Вы действительно этого хотите, вы будете делать так, как говорите. И действия, что самое главное, у вас будут естественными. Если вы оказались вот в этом розовом верхнем квадратике, радостное бездействие, вы не будете делать так, как говорите. Вы уже прожили все в голове, вы уже достигли, вам не надо. Это такой розовый слон, а вот если бы ковы, так вот я бы так вообще. Такое вот часто встречается у женщин ближе к 50, любимых матерей, любимых и любящих жен, которые почему-то решают, что с их телом что-то не так, и они идут в фитнес-центр инвестировать в этот фитнес-центр. То есть они покупают, но не ходят. Изучение иностранных языков сюда же. То есть все эти вещи, наконец-то, я бы что бы, они здесь. Приобретений хорошо, много, угроз недостаточно. То есть мы не будем так делать, как сказали. Риски. Рисковая зона, это мы будем делать, как сказали. То есть и приобретений много, и угроз много. Но человек будет способен идти на нарушение каких-то рамок и правил персональных. То есть он будет гореть сам и сжигать других. Если вы находитесь в рисках, первое, что у вас рваться будет, это коммуникации. Причем, в первую очередь, коммуникации с близкими, с семьей. Ну, собственно, вам будет казаться, вам не будет казаться, вы будете абсолютно уверены, что он или она не развиваются и тянут меня назад. И вообще я работаю, а она нет, она дома сидит с детьми. Я когда остался с первым дома первый раз на день, вопросы снялись в принципе вообще. Ну вот, ну то есть, если вы в рисках, вы будете делать так, как вы говорите, но вам важно уделить внимание своей собственной сохранности, обратить внимание на коммуникации. Они будут рваться в первую очередь. Рисковое поведение. Синенький такой квадратик. Сопротивление вплоть до ухода. При обретении недостаточно, неочевидно, угроз достаточно много. Такое, например, встречается у подростков при выборе профессии. Ну, собственно, мы родители говорим, типа, ты должен выбрать профессию. Если ты это не сделаешь, то и дальше нашего креатива хватает только на то, чтобы напугать. Ну, собственно, мальчик – это армия, грузчик, дворник, девочка, не знаю, девочку. Девочек я еще не пугал в своей жизни, мальчиков пугал. Вот, ну то есть, да, то есть, давай там учись. А для него не очевидно, он еще не очень понимает, что это такое, то есть, что это ему даст. Ну вот, если он так не сделает, что ему это даст, он понимает прекрасно. Поэтому он такой, я в домике. Алкоголизм, хронические заболевания и прочее, прочее, вот система ухода, вся психосоматика – это я в домике. Это вот избегание такое. Ну, собственно, что с пьющего-то взять? Вы понимаете, сколько здоровья нужно иметь, чтобы пить годами? Ну, то есть, меня это убьет сразу же, да, то есть, человек там запойно пьет там 10 лет, и нормально все, ну, как бы и живет вот как живет. Вот, но для изменения жизни у него не очевидно, не много, ну, он не понимает зачем. И уход такой, да, вот избегание. Вот природа избегания такова, что мы, когда мы не понимаем положительную сторону, но очень хорошо понимаем, что будет, если мы это не сделаем, мы начинаем избегать, вот, уходить там, избегать и так далее. Ну и, наконец, самый распространенный для современного человека квадратик – это равнодушие, да, бездействие. Вы не будете делать так, как сказали. Что это значит? Конечно, волевыми усилиями, сжав ягодицы, да, превратив себя, вот, доведя в состояние нефритового стержня, на морально волевых вы сделаете. И так каждый раз. Ну, то есть, понимаете, это очень дорого делать вот из этого квадрата. То есть, вот, сжав и на волевых пошел, да. Вот, соответственно, что можно сделать, если вы оказались здесь, вот в этом квадратике? Ну, во-первых, не стоит играть в наиболее распространенную игру взрослого человека, а ну-ка я попаду в зеленый квадратик. Вот. Не в квадратике дело. Второй вариант, наиболее часто, что говорит человек, ну, конечно, а если бы я написал то, то тогда. Да, но вы так не сделали. Понимаете, смысл в чем? То есть, это примерно как, а если бы я измерил температуру, сидя в морозилке? Ну, наверное. Или там, ну, или в другом физиологическом отверстии? Точно, да, то есть, было бы по-другому. Но как-то мы привыкли в подмышечные впадения, ну, договорились, и вот так. Ну, вот, соответственно, это термометр, который позволяет вам измерить свое отношение, намерение ваших подчиненных, условно, к тому, что вы предлагаете им сделать. Соответственно, что с этим можно сделать? Декомпозиция цели. Например, из крупной сделать маленькую. Ну, условно, хотел вот то-то, давайте поменьше. Посмотрели отношения, работает, не работает, да, то есть, изменение масштабности. Наоборот, маленькая слишком. А давайте увеличим. Давайте пусть это будет не Лада Калина, давайте это пусть будет там, не знаю, Ниссан Мурана. Как это будет? О, это будет классно. Сразу увеличилось, да. С нашей задачей изменить намерение. Пока без критики вообще. И вы знаете, что, ну, условно, у нас там выделяют западные наши товарищи, опять же, эта моделька, что есть некий критик, есть там я личности, есть некий мечтатель, условно. И вот там есть упражнения даже коучинговые, как все соотносится. Так вот, задача этого критика в нас не, вот если бы не снимал камеры, сказал бы, что я, не сильно раскритиковать то, что придумал мечтатель, а создать такие условия, чтобы вот то, что мечтатель придумал, максимально воплотить. Так как, если бы контроль для нас был способом достижения цели, а не способом вот сверки, хороший ты или нехороший, да, такой, насколько крупно мне сейчас в тебя претензию запустить, да. То есть вот контроль, ну, это как, этот критик, да, он нужен для того, не для того, чтобы там сказать, да ты знаешь, это фигня вообще. Да, а для того, чтобы он, слушай, ну, давай, ну, как-то вот сделаем это вот не так, а вот так. Вот, соответственно, изменение масштаба цели, изменение временного промежутка. Например, увеличение не за месяц, а за год посмотрели свои отношения. Наоборот, сокращение не за год, а за три месяца посмотрели свое отношение к этому, ко всему. Ну, или смена цели. Вот, ну, это вообще отдельная песня. Хорошо, дорогие мои, мне надо уезжать, и, собственно, два часа, очень коротко, цикл когнитивного моделирования, то, что мы с вами прикоснулись, это прям вообще лепесток, да. Если кому-то будет интересно, вот здесь даже есть мой телефон и моя почта, напишите мне, пожалуйста, мы с вами подробнее об этом поговорим. Найдите меня на фейсбуке, и мы поговорим. Я могу вам сразу же не ответить, это нормально. Я не, как сказать, не чванлив или еще что-то, просто я работаю, ну, то есть я отвечу, но не сразу. Ну, все. Спасибо вам большое. Серьезно, наверное, на вопросы сейчас нет времени. В индивидуальном порядке я на все отвечу, честно. Напишите, позвоните, можем встретиться, даже кофе попить. Ну, все, спасибо. 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 Доброе утро.